прошлой осенью приобрели несколько саженцев груш посадили сразу в грунт и один из саженцев погиб но неожиданно осенью от корневой шейки появился молодой побег спрашивает оставить его или нет ну конечно если этот побег появился в зоне корневой шейки выше места прививки то смело его оставляйте это побег который вырос из спящих почек из спящих почек если же побег появился у вас ниже места прививки а по двое у вас дикая груша то конечно из этого побега у вас вырастет дичок поэтому смотрите если побег без колючек если побег с крупными почками то наверняка это сортовой побег сухую часть выпилите побег этот когда он будет высотой уже около метра слегка укоротите его оставите штамбик сантиметров 50-60 ослепи в нижней почки и сформируете саженец груши следующий вопрос посадил 300 яблонь но углубил место прививки что теперь делать 70 процентов яблонь выжили и некоторые уже плодоносят наш спонсор white cheese from жуковка производитель сыров с белой плесенью бри и камамбер мирового класса вы знаете если бы вот точно был указан адрес в нашей зоне если вы в центральной россии если вы углубили чуть-чуть саженцы все будет нормально они просто попозже заплодоносят и даже если где-то образуются придаточные корни выше места прививки то при наших нонешних зимах подмерзание им не будет очень страшно другое дело если это посадка за уралом где экстремальные условия температурные морозы бывают сильные там конечно есть вероятность подмерзания придаточных корней которые могут образоваться выше уровня прививки вот а так уже теперь не надо ничего уже пересаживать как есть так есть у вас так и оставляйте следующий вопрос по обрезке вишни владимировской садовод любитель тамара девянина говорит что она ее не обрезала боялась указывает что на дачах растут плохо вот в деревне которая находится несколько выше вишен бывает полно но тут разные причины во первых вы правы что в пониженных местах температурный режим более экстремальный всегда вишня все-таки культура более теплолюбивая чем яблоня и поэтому не исключены у вас подмерзание особенно это касается и черешни и разлом черешни связан чаще всего с подмерзанием скелетных ветвей то что плодов мало завязывается в деревне много а здесь мало это связано конечно с опылением дело в том что сорта вишни сорта черешни большинство самобесплодны то есть обязательно нужен второй сорт чтобы было взаимное переопыление и причем сорт того же срока цветения поэтому с другой стороны вот в условиях деревни о которой вы пишете почему завязывается много ну во первых наверное и достаточно пчел там и пасека у кого-то есть и опыление идет перекрестное а когда у вас на участке только один сорт то естественно и завязываемость плохая и наверняка в низинах всегда более низкие температуры и происходит подмерзание более сильное а вот в отношении войлочной вишни у нас тоже на брянщине почти все потеряли войлочную вишню причиной является такое заболевание которое завязано с дальнего востока манилиоз вот этот манилиоз практически погубил вишню спасти ее очень трудно от этого заболевания нужны устойчивые сорта вылочная вишня оказалась наиболее восприимчива к этому заболеванию так руслан шолохов спрашивает о видах формировок плодовых деревьев живет он в калининграде я считаю что если у вас по двой у груши сильно рослый а вы пишете что сеянец дикой груши то формируйте по разрежено ярусной формировке 5-6 скелетных суков на высоте двух с половиной трех метров выпиливаете центральный проводник на боковую ветвь и старайтесь чтобы все 5-6 суков у вас равномерно шли по кругу с углом отхождения от ствола 50-60 градусов что касается вишни черешни абрикоса подход к обрезке таков вы можете и кустовидную форму создать у вишни и у абрикоса тем более что у вас минус 20 градусов возможно зимой можете и ярусную как вам удобно здесь не имеет значения главное чтобы каждая ветвь получала достаточно света достаточно света это вот что касается формировок если у вас яблоня на карликовом подвое подвой м9 то отгибайте все ветви под 90 градусов чтобы уже на 3 4 год у вас яблоня давала хороший урожай мы с вами говорили что отгибания ветвей значит забиваете колышек и шпагатом оттягиваете ветви по 90 градусов можете сделать плоскую шпальеру можете сделать веретено как вы пишете то есть типа елочки когда вы все веточки отгибаете под 90 градусов и у вас получается вот типа елки такое вот веретено но на третий четвертый год быстро уже начинается плодоношение у такой яблони на карликовом подвое а на сильно рослых подвоях тут уже смотрите можете и разрежено ярусную из пяти шести ветвей можете для косточковых и виде кустовой формы и для абрикоса формировку сделать крючкова татьяна спрашивает опять про обрезку черешни в условиях подмосковья прирост был по 70 сантиметров а потом центральный проводник подмерз и пришлось его вырезать выше прибивки выросла 6 веток почти по метру и разветвились немножко высота дерева сейчас полтора метра как дальше формировать вы знаете у черешни которые отличаются очень сильным ростом есть интересная формировка называется на грузбек когда-то мой покойный учитель и наставник иван васильевич казаков у себя так формировал черешню вот вы говорите что у вас сильный прирост после вырезки центрального проводника 70 сантиметров вот попробуйте этот прирост отогнуть дугообразно вбить колышек шпагат и дугой отогнуть на изгибе дуги вырастает следующий вертикальный побег вы его тоже отгибаете в другую сторону это же подтягиваете шпагатом колышку дугообразно и вот такая формировка грузбек для черешни не позволяет ее не позволяет ей очень сильно расти ограничивает ее рост и нормально плодоносить так что вот оставьте конечно штамбик хотя бы сантиметров 40 от земли без боковых веточек а остальные ветви вот так вот отгибая дугообразно вы можете формировать крону черешни черешни обычно дает большой интервал между ярусами вот у вас сейчас 6 веток потом одна ветвь доминировать будет заменит центральный проводник и может быть интервал без развилок почти метр а потом опять пойдут сильные развилки так вот чтобы несколько снизить крону черешни попробуйте изгибать ветви дугообразно и подвязывать колышком колышку но не горизонтально горизонтально у черешни не делают а именно дугообразно угол отхождения где-то около 60 градусов а дальше наклон дугою так елена верткова тоже спрашивает про обрезку вишни и есть вишни разного типа вот та вещь те две вишни гибридные что у меня на участке они очень сильно загущаются очень сильно загущаются поэтому каждый год приходится прореживать их иначе световой режим резко ухудшается вырезать на кольцо вот эти боковые толстые ветки которые расположены вот вы говорите через 15-20 сантиметров осенью всегда рискованное не следует потому что начинается камеди течения и правильно вы говорите что вишня страдает после обрезки и когда мы вырезаем от центрального ствола поэтому я считаю что обрезку вишни надо проводить минимально но не сразу удалите все ветви лишние а предположим ну 20-30 процентов ветвей и раны сразу замажьте садовым варом и делать это можно только весной когда уже тепло тогда никакого камеди течения не будет вы пишете что вам не хочется травмировать ствол ну а все равно придется или же тогда просто укоротите ветвь укоротите ветвь и заставьте ее ветвиться но если вы заставить ее ветвиться все равно будет загущение еще больше вы хотите оставить только три побега от земли что посильнее возможно возможно и этот вариант это у вас будет кустовидная крона она из пяти да у нее там пять у нее я поняла у дерева пять таких вот побега очень сильных да вот два послабее можно и оставить три побега это все равно будет кустовидная форма кустовидная форма вот при любой обрезке когда застает вопрос у садовода любителя много ветвей оставить меньше оставить я просто всегда говорю надо себя как-то поставить на место ветви когда сколько будет хорошо освещена это ветви когда все почки распустятся и образуются листья и если вы чувствуете что внутри будет сплошная темень а листья которые находятся ближе к стволу и в темноте не хватает прямых солнечных лучей туда цвет не проникает они как правило превращаются эти листья в нахлебников то есть там фотосинтез не идет они живут и развиваются за счет листьев которые на периферии где активно идет фотосинтез поэтому здесь нужно вот подойти уже творчески и посмотреть как лучше вам проредить эту вишню но можно и три побега оставить если уже сильное загущение вера алиева спрашивает тоже из московской области вишня любская лист хороший здоровый зацвела и отломилась от треть то есть одна из трех огромных веток так первого порядка зимой на этой развилки ну что-то пытался дятел работать да наверное личинки искал караеда наверняка что уже ветвь раз отломилась а значит повреждение было остались две ветви под острым углом вишня уже плодоносила я так поняла что отломанную ветвь притянули и связали да но разлом большой ствол около 14 сантиметров что делать если если весною это ваша огромная ветвь сломанная которую вы притянули привязали и надеетесь что нас растется все-таки будет давать признаки жизни то пока оставьте не выпиливайте ее ну а если уже она усохнет то аккуратно спилите и замажьте садовым варом рану только не жалея садового вара всю рану нужно будет замазать и может даже перебинтовать пленкой чтобы не было подсыхания вот единственно как можно спасти ну а оставшиеся оставшиеся ветви уже будете формировать прореживать чтобы они получали достаточно света так и последний вопрос в отношении груши константин спрашивает центральный проводник груши если подогнуть и подвязать зафиксировать какие ждут последствия я так сделал вы знаете ну вот это как раз то что я говорила по черешне и формировка грузбек когда центральный проводник фиксируют шпагатом колышку и он изгибается дугой то обязательно на изгибе дуги спящие почки проснуться и дадут вертикальный побег типа волчка и тогда вы этот побег вы можете наклонить в другую сторону и также дугообразно изогнуть но это все можно делать в пределах двух с половиной трех метров выше конечно центральный проводник у груши надо вырезать тоже но не допускать чтобы он был очень толстый потому что когда мы вырезаем центральный проводник у груши и он уже у основания имеет толщину больше десяти сантиметров то груша заволчкует очень сильно и на место вашего среза может появиться пять-шесть вертикальных побегов и и и и